Волжанка 46 прокатились на Волжанке 44 В лодке Виталий Галицкий Такой кайф, просто вот так вот очень быстро Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня замечательный праздник на воде от компании Прокатисеру Мы бодры духом, как минимум И рады вам представить такое большое количество лодок Вообще рады, что у нас вообще в принципе это получилось И это мероприятие все же, как мы его правильно обозвали Пять морей, я очень надеюсь, станет у нас ежегодным Итак, замечательный первый день тест-драйва Пять морей Мы начинаем! Прошу считать его открытым! Дать гудок! И снова здравствуйте, дорогие друзья! Елена Владимировна, прокатисечка.ру Компания Vibots и супер крутейшее мероприятие под названием Пять морей Выставка на воде плюс тест-драйв В этом году, вы знаете, что мы решили вместе с компанией Vibots не выставляться на выставках На выставке именно в Москве Не на бод-шоу, не на охоту-рыболовство И мы сделали чуть позже анонс Да, мы держали в таком напряжении Потому что были определенные нюансы по согласованию Какие-то моменты, которые пытались утрясти Но, в общем-то, мы пришли к этому знаменательному событию Как я сказал ранее, Пять морей Причем Пять морей, потому что Москва первый город Который, в принципе, открывает, я надеюсь, серию таких выставок ежегодных Я очень буду надеяться на это И в конце еще дам информацию для тех, кто захочет поучаствовать именно в этой выставке Как участник Это в конце будет Итак, что нас ожидает Два дня драйва 15 или 16 лодок Китайские, японские, американские моторы Большое количество людей Очень много людей Детей Мероприятий, эмоций В общем-то, все-все-все Вот это все вы посмотрите в этом фильме Я надеюсь, что он будет не очень долгим Но он будет очень полезным Особенно для тех, кто выбирает лодку на будущее Мы привезли сюда три прогулочные лодки Пластиковые, стеклопластиковые Это лодки Феникс 510, 530, 560 Все это мы публиковали в нашем телеграм-канале На в основном прокатистичку.ру Плюс привезли сюда два Риба И порядка десяти алюминиевых лодок Абсолютно разных ВИБОЦ Все это вы увидите, опять же, в этом кино Почему я говорю кино? Потому что здесь будут эмоции людей Здесь будут мнения людей О тех лодках, на которых они покатались Вместе со своими любимыми, с друзьями И сделали какие-то выводы Я очень надеюсь, что мы не будем вырезать Много разной информации Я очень надеюсь, что люди будут говорить правду Даже если она негативная Как минимум это позволит нам Дилером И плюс заводу ВИБОЦ Который участвует здесь И СПЭФ Завод СПЭФ Который участвует с лодками Феникса И даже Риба Навигатор Сделать оргвыводы На предмет своих лодок Ничто так не ценно, как мнение людей Это очень важно Очень хотел поблагодарить тех людей Которые записываясь к нам на тест-драйв Впоследствии отказывались от него И как минимум нам об этом сообщали Это очень ценно, ребят То, что вы, скажем так, цените чужое время Пишите, как минимум, что вы отказываетесь Тем проще нам немножечко корректировать свою работу Освобождается очередь Какие другие люди, как минимум, могут перекинуть эту очередь Ну, я думаю, что это очень круто Мы для себя подчеркнули уже очень много информации Как правильно организовывать такие мероприятия И я думаю, что в будущем будет хорошо Приятного просмотра Самому интересно, что получится Сегодня у нас суббота 11.02 22 апреля 2023 года А финал мы запишем со мной 23 апреля Часов в 16 или в 17 Когда будем закрывать наше мероприятие Погнали! У вас находятся две отрывные части У этого купона Справа и слева С правой стороны вы читаете Розыгрыш призов Вы отрываете эту часть И приносите ее ко мне На пультовую И опускаете ее в лототрон Соответственно, один раз Примерно в час-полтора Мы будем разыгрывать по три Приза от организаторов Сегодня здесь представлено 15 дни техники Я думаю, что катеров на все хватит Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я попробовал сегодня пройтись на лодке Волжанка 46 С мотором 60 Ямер с китайским Что понравилось? Лодка четырех мужиков здоровых Вытягивает нормально Скорость все понравилась Как и мотор работает нормально Сама лодка сделана качественно То, что не понравилось Машинка в комплекте Которая сейчас стоит на лодке Она очень тугая Получается газ Набор такой достаточно тяжелый Ну, за счет тросов Я так думаю, что замена она поможет И попробовал новую Яут XL То, что понравилось Корпус, конечно, он длиннее Прям такой Более, наверное, для покатушек Больше подходит Либо для рыбалки Если там 3-4 человека Там вы берете на борт Мотор, который там стоит Ямер 130 С корпусом С этим справляется Ну, на ура На мой взгляд Было сомнение, что Ямеры какие-то непонятные Моторы Но после того, как мы сейчас Прошли тест-драйв Я понял, что нормальные Хорошие моторы По звуку По отдаче То, что он выходит на глис Ну, мгновенно все В принципе В Excel мне все понравилось Прошлись на той и на той лодке Несколько кругов Большое спасибо За такую представленную возможность Прокатились на Волжанке 44 Прикольная лодка Понравилась Вроде небольшая лодка Но места достаточно Сделано все вроде Аккуратно, красиво Красота Ну, хочется сказать Спасибо компании Прокатись.ру За прекрасное мероприятие Которое лично для меня Дало ответы на многие вопросы Я как владелец лодки В 46-м корпусе Задумывался о том Каким будет мой следующий шаг В водномоторном мире То есть, какой корпус Какая длина Какие цели задачи Должна решать Следующее мое судно И вот этот тест-драйв Это мероприятие Как раз таки Ответило на все мои вопросы То есть, мы прокатились на Волжанке 51 Bull Rider На 510 Fenix То есть, это совсем другая лодка В смысле Пластика Потому что до этого опыта На пластиковых лодках не было Ну и, скажем так Для спортивного азарта Рыболовного азарта Прокатились на X7 О всех лодках составлено Четкое понимание Четкое впечатление Это именно то Наверное, чего не хватает Будущим водомоторникам При выборе конкретной лодки Возможности пощупать Потрогать ее на воде Потому что Сразу же складываются Четкие впечатления Четкое понимание Что твое Что не твое Что нужно Что не нужно И с этой точки зрения Выражаю еще раз благодарность И призываю компанию Прокатись.ру Масштабировать подобные мероприятия Проводить их чаще Может быть, менять акватории Может быть, иные какие-то Суда, лодки Или иных производителей Привлекать Но в целом Очень полезно Очень качественное Получилось мероприятие За что Всем спасибо Всем привет Меня зовут Евгений Я посетитель этого мероприятия Очень хорошее Очень качественное мероприятие Единственная возможность Покататься на лодках Про которые очень много информации Есть в интернете Или там на каких-то форумах Здесь можно вживую Посмотреть их Пощупать Такого, правда, я не видел Достаточно давно По крайней мере, в нашем регионе Организатор молодцы Все сделано хорошо Здесь есть постоянный ведущий Есть люди, которые подсказывают Куда пойти Что сделать Так записаться Я успел покататься на воджере Большая интересная лодка Не знаю, купил бы я себя или нет Но я давно хотел ее посмотреть Лодка хорошая Мореходность у нее замечательная На волне чувствую себя хорошо Мотор хороший Обитаемость хорошая Мне лодка в целом понравилась Форм-фактор интересная Не надо смотреть У меня есть лодка Она чуть поменьше И я вот сейчас выбираю Следующий шаг И смотрю, на чем можно было бы кататься Сейчас бы была реальная возможность Хорошая попробовать Поэтому, в общем, очень здорово Очень понравилось Обязательно приеду Спасибо организаторам Спасибо, номер 563 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы начинаем первый розыгрыш. Мы вас поздравляем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта замечательная термокружка, она ваша. Я вас поздравляю! Добрый день! Огромное спасибо организаторам за все вот это. Виталий Галицкий вообще был просто вишенкой на торте. Удалось сегодня покататься на Х3-й волжанке и на Х7-й. Краска нормальная, все лежит, Моридек, Синтек, все лежит нормально. Чтобы хотелось увидеть дополнительно подстаканники, подстаканники нестандартные. Туда бутылочка, допустим, с водой пол-литровая уже не войдет. Можно сделать подставку под ноги, где-то под 45 градусов, очень удобно. То есть даже с моим ростом под 190 на Х3 сидеть нормально, но эта подставка очень сильно поможет, особенно при дальних переходах. Хотелось бы получить рундуки под задними сидениями. Там техническое пространство, но, в принципе, можно сделать это под рундуки. В принципе, все. Все замечания, которые, с моей точки зрения. А так, лодки вообще супер. Особенно Х7 идет просто как Мерседес. Эргономика изменилась в лучшую сторону. Двойная ступенька пожертвовали объемом среднего рундука, зато выход на носовую фиш-платформу вообще замечательный. А, еще нюансик. Нижняя калитка открывается на себя, и острый угол, его можно зацепить. Надо бы, конечно, нижнюю калитку, чтобы она открывалась наружу. Потому что все-таки достаточно травматический уголочек такой. Чемпион рыбной ловли. Ну и все. Что можно еще про Х7 сказать? Это классная лодка. Прям очень классная. Прокатился на 600-м коке и я в XL. 600-й кок устраивает полостью, но большеват. Отличная лодка. Единственное, что не хватает шумоизоляции. Очень шумно. Конечно, обязательно повезет. Не просто повезет. По ходовым, конечно, все полностью устраивает. Себя из 4-х человек помещается практически идеально. То есть, для дальних переходов вполне можно комфортно ехать. Обзорность шикарная, что там, что там. Поэтому проблем никаких с управлением нет. Спасибо. Прокатись.ру. Отличный день. Отличная организация. Все здорово. Спасибо. Ну, а что можно сказать? Огромное спасибо устроителям, всей команде Прокатись. Представили огромнейшую возможность не только, скажем так, узнать лодки ближе, а еще и поучаствовать в тест-драйве. А если раньше какие-то были сомнения, касающиеся выбора, то сейчас они уже, ну, развеяны там, процентов на 90. Я надеюсь, на следующий год будет пролонгирование данного мероприятия, и лодок будет еще больше. Просто великолепно все подготовлено. Детям есть где поиграть, и дети получили массу, скажем так, удовольствия. Ну, и взрослые, я думаю, не остались в обиде. Протестировал я Х-7. Очень понравилась. Очень послушная лодка. Мореходность достойная. Мотор, ну, 175-й, как бы, тоже очень, как бы, хороший. И Феникс тоже очень понравился. Тоже шикарная лодка. Мне ближе все-таки, наверное, Х-7. Но семье, наверное, Феникс. Выберем их седьмую. Лодка Ява XL. Отличная, большая, комфортная лодка с мотором Ямер, если не ошибаюсь, 130. Но единственное, не понравилось водительское место. Требует доработки. Но все решаемо стойками. В принципе, хорошая, понравилась лодка. Волжанка 4,6. Очень понравилась по эргономике, по качеству сборки. Потом, как проходит волну, по скорости. В принципе, меня все устроило. На данном моменте, вот как на тест-драйве, меня все устроило. Конечно, в процессе, может, эксплуатация, что-то, может, бы поменял. Но пока это нужно уже в процессе. По тест-драйву мне очень понравилась. Очень хорошая лодка. Хорошо идет, держит волну. Прям вот, ну, класс. Мне понравилось. Реально хорошая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Ява 510, 560 Феникс, наверное, больше всего нас впечатлил, но, кстати, Волжанка, Ява 510, нам тоже очень понравилась. Мне кажется, размер 5, ну, от 5 метров, это вот самая оптимальная, минимальная такая лодка для нашей команды. Вот, так что мы сегодня смотрели 5 с плюсом, на Риме покатались, вот, но это немножко вот не для нас, ну, в таком, это когда папа на рыбалке, может быть, подойдет, но для нас вот больше всего понравилась Волжанка и 560 Феникс. Еще я сегодня прокатился уже без своих, пока они обедали. Огромное спасибо за вкусный обед, это было неожиданно, очень приятно, очень вкусно. Сегодня прокатился еще на 530 Яве, это XL, по-моему, называется, и с нами был в лодке Виталий Галицкий, чемпион ПАЛА от 2022 года. А рядом, кстати, Владимир Ильин, тоже был как шеф-пилот на другой лодке, так что нам очень понравилось, благодарим вас за мероприятие, просто супер, спасибо вам, Вы огромные молодцы, прокатись.ру, это супер, спасибо. Мы ждали долго, упорно, но он все-таки пришел, мы прокатились, какие наши эмоции? Наши эмоции восхитительные, нам очень понравилось убранство, насколько внутри все организовано, очень много рундуков, трансформирующиеся сидения, кровати, есть обеспечение спальных мест, очень много пространства наверху, есть возможность дополнить его брезентовым оснащением сверху. Эмоций очень много, сейчас нас интересует самый главный вопрос цены, который мы будем обсуждать уже в дальнейшем, и, скорее всего, мы будем вставать в очередь для того, чтобы уже задумываться о покупке. Поэтому все, каких-то негативных моментов нет, мы катались еще на 42-м, это просто для того, чтобы было у 42-го, это маленькая лодочка, где мы вдвоем катались, но там, конечно, движочек, скорее всего, нужно увеличить, потому что мы не тянем, то есть мы два взрослых человека и ребенок, ну, достаточно тяжело было. 850-й это уровень, конечно, безусловно, и этот уровень стоит себе денег, поэтому, если вы там задумываетесь, обязательно посмотрите, прокатитесь. Вот, поэтому всем спасибо, огромное ответственность. Ну, покатались сегодня на двух лодках, удалось, на 42-й румпельной, и вот сейчас проехались на 44-й. Вот, но, честно говоря, что касаемо румпеля, лодка неплохая, единственное, что я для себя убедился, что все-таки маленькие лодки, какие бы они ни были, в любом случае, очень шаткие и неустойчивые. Вот, поэтому попробовал сейчас прокатиться как раз на 44-й, и вот, ну, тут она зашла, мне понравилось. Единственное, есть, конечно, недоработки, но я так понимаю, что это исправится в плане открывания выхода на фишпалубу, ну, и, собственно, на ту часть, на переднюю, там нет крепления, там пока только, по-моему, какая-то веревочка или что-то такое. Вот, а так, в целом, ну, сложно что-то поменять в Волжанке, мне кажется, оптимальный вариант цены и качества, и, в общем, добавить здесь нечего. По швам посмотрел, ну, круто, поэтому, ну, как бы, все здорово, не могу ничего здесь сказать, какой-то минусов не нашел, пока, Эмиль, пока. Я прокатилась сегодня на лодке, и до этого я очень боялась кататься на лодках, потому что очень быстро и боялась упасть. Но сегодня, когда я прокатилась, то мне очень понравилось, потому что, да, потому что такой кайф просто вот так вот очень быстро прям, и я поняла, что, то есть упасть невозможно, потому что лодка, ну, катится, и она балансируется. Поэтому мне очень-очень понравилось. Огромная благодарность организаторам за то, что устроили, во-первых, такую прекрасную погоду, во-вторых, на таких прекрасных лодках можно попробовать прокатиться и на Рибах, и на Боурайдерах, и на Хардтопах, и на Кабинниках. Это очень здорово, потому что все равно у всех водомоторников всегда возникает какой-то вопрос, дилемма все-таки, что тебе больше подходит, и на что сменить следующую лодку такую взять. И, конечно, такие мероприятия, они помогают очень четко понять все-таки, что тебе больше по душе. Вот по себе скажу, что хожу на Дунушкино обычный, небольшой румпельный, задумались о том, чтобы, наверное, увеличить размер. Например, вот оказалось, что сначала казалось, вернее, что надо перейти на Риб, потом, как-то пообщавшись в форумах, посмотрев обзоры, понял, что, наверное, все-таки надо смотреть в сторону уже алюминиевых катеров, потом после катеров уже на кабинные катера. А когда уже здесь прошлись по факту на воде, поняли, что, да, кабинные классно, но все-таки это не наш формат, конкретно нам он не подойдет, не так это, может быть, фаново, не так это динамично. Не так чувствуется природа, окружающий ветер, солнце, волны, брызги, которые тебе попадают в лицо. И как раз вот сейчас после кабинника прокатились на Рибах, очень понравилось. Действительно понравилось настолько, что даже вот чувствуется в сравнении, какой размер тебе нужен. Вот, например, мне очень понравился 520-й, ну, мало того, что это красивая действительно лодка, качественно сделанная, очень приятная, как говорится, в ней находиться, ее трогать, можно так сказать. И в сравнении посмотрели вот 480-й, очень неплохой, отличный аппарат, но имеет свои особенности. Вот 520-й, он как утюг идет, прям на волне режет, очень такой бодрый комплект. Это вот вариант 480-й, если не ошибаюсь, он такой более компактный, более легкий, очень интересный мотор. Кстати, удивили китайские моторы, очень приятно на звук работают, достаточно тихий, 4-х такники, прям было приятно прокатиться. Вот, но все-таки размер имеет значение, она там немножечко рыскает, немножечко сильно нос задирает, выходя на глис. Ну, такие вот особенности помогают сразу определиться, да, там, нужно точно там 520-й, либо больше. Вот, больше нет, поэтому 520-й, прям, наверное, из всех лодок понравился больше всего. Ну, в определенной ценовой категории, конечно. Поэтому очень здорово, еще раз огромное спасибо организаторам, Владимиру отдельно, большой привет. Вот, спасибо большое, организовывайте таких мероприятий почаще, побольше, приглашайте больше людей. Я думаю, что тем самым многие люди откроют для себя приятный и интересный мир водомоторной техники, не будут сидеть дома и больше будут проводить времени на воде, на природе, общаться с детьми, приучать и показывать, что мир не заканчивается телефонами, играми за компьютерами. Много чего интересного есть в мире, в нашей жизни, даже сейчас, не имея возможности ездить за границу, можно прекрасно проводить время здесь, узнавать много чего нового и познавать мир с тем, что есть. И он намного интереснее, может быть, даже, чем какой-то другой. Поэтому мы сами делаем свою жизнь. Это было круто. Спасибо вам большое за море эмоций, которые вы нам также подарили, как и мы вам. И большое спасибо моей команде, нашей команде и команде V-BOTS за такое классное мероприятие. Я не знаю, что войдет в этот фильм, но вот эта приятная усталость, которая сейчас есть, легкая боль в спине, потому что не было амортизационных стойков, а волна здесь была нормальная абсолютно. И те люди, которые катались с нами на этом мероприятии, и те отзывы, которые вы пишете нам в телеграм-канале, в группе специальной, которая была посвящена пяти морям, мероприятию этому. Все те слова добрые, здесь сказанные вами, это все греет душу нашу, моей команды, компанией Прокатить Чукару, компанией V-BOTS. Это означает то, что мы придумали несколько месяцев назад то, к чему готовились последние месяца три. Это дало максимальный эффект, который вообще, в принципе, сейчас получился. Это круто. Мы поняли, честно говоря, что правильно сделали, не участвовали в выставках, бот-шоу, охот-рыболовство, потому что это самое лучшее восприятие лодок. Сюда приехало много людей, и они все получили собственное мнение на тему, правильно или неправильно они сделали. Кто-то приезжал, уже купивший лодку в нашей компании или у других дилеров, и говорили, это хорошо, да, я правильно сделал. Кто-то сказал, что я хочу это поменять, свою лодку поменять, заказанную у нас на что-то другое. Кто-то только планирует покупки. И вот это все, вот это все, да, это дало прям классный, колоссальный эффект для всех. На выставке вы этого не получите. На выставке можно просто... Че, алюминий? Ну да, алюминий. Красивое? Красивое. Посидели? Так себе. А вот ощутить то, что бьет волна, то, что ветер дует, что стекло низкое или наоборот высокое, или то, что какая-то лодка вам казалась сначала, или вы читали где-то, или слышали от кого-то, что она шумная, а здесь приехали и услышали, что она нормальная, или, например, ее бьет на волне, а вдруг, совершенно случайно, вам она очень понравилась, вот это стоит дорогого. За субботу мы прикинули, что нас посетило почти 800-850 человек. Это такие предварительные, конечно, цифры. А за сегодня, за воскресенье, посетило еще порядка 350-400 человек. Это очень круто, спасибо вам большое. Мы ценим это, и мы будем в направлении вот таких вот мероприятий развиваться. Не знаю, во что это вылез, это был первый раз, но я уверен, что это будет не последний. И, скорее всего, в следующем году мы будем очень стараться устроить такое же мероприятие, а может быть и лучше. Были новинки, были технические сложности. Наша команда, мы сюда вышли почти всей компанией, почти 60 человек с трех компаний здесь присутствовало, обеспечивало всю работу, всю логистику, все ваши эмоции, все ваше прекраснейшее настроение, отличный ведущий. Всем им спасибо огромное, абсолютно всем. Это было очень классно, профессионально, с разных сторон. Мы молодцы, мы молодцы. Еще напоследок хочу сказать тем, кто... А не поучаствовать ли нам, нашей компании, тоже в этой выставке? Что я хочу вам сказать? Пишите на электронную почту, она у нас расположена на сайте и будет под этим видео. Называется она TD-2023 «Собака-прокатисточка-рок». И вот туда можно будет написать, если вдруг мы с вами договоримся, то в следующем году, а возможно даже и в этом году, мы соберем еще больше участников, устроим еще больше праздник для людей и покажем им еще больше количества лодок на воде. Обязательно условия, понятно будет, это тест-драйв. Это не просто посидеть в лодочке, а именно тест-драйв. Все, друзья, мы поднимаемся, поднимаем лодки, пакуем их, двигаем домой. Вам отличного настроения. Еще раз подписывайтесь на все наши телеграм-каналы, подписывайтесь на наш новостной канал. Масса будет публикаций, масса информации, масса классных фотографий, эмоций, детей. Все это было очень классно за прошедшие два дня. Приятная усталость. Все, пока. Или, Владимир, прокатись в Кру, 5 морей, 2023 год.